МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работать с тем, кто есть. Безусловно, будем подбирать тех людей, которые будут работать. Первые шаги временно исполняющего обязанности главы Карелии. На пост главы претендуют трое. В позиции фракции мы будем голосовать против назначения нового губернатора. Есть ли хоть малейшая интрига при утверждении главы Карелии? Ямы не по ГОСТу. Производим измерение ямы по длинной стороне 2 метра 60 сантиметров. Время пикетов прошло, пора обращаться в суд. На телеканале НИКО Плюс время новостей. В студии Дмитрий Николаев. Здравствуйте. Назначенный временно исполняющим обязанности главы Карелии Александр Худилайнин приступил к своим обязанностям. Напомним, во вторник, 22 мая, президент Владимир Путин принял отставку уже экс-главы Карелии Андрея Нелидова. За это время в Рио успел познакомиться не только с подчиненными, но и с местными журналистами. К, возможно, новому главе присмотрелся Александр Лучагин. На внеплановом совещании в правительстве республики встретились сразу два карельских губернатора. Бывший Андрей Нелидов и, по всей вероятности, будущий. Экс-глава сдал своему преемнику бумаги, ключи, явки, пароли и весь свой кабинет министров. И не без грусти в глазах сообщил, что об отставке совсем не жалеет. Никакой трагедии в этом нет. Работа идет в плановом режиме. Я очень хорошо знаю Александра Петровича. Мы работали вместе в правительстве Ленинградской области. И это очень сильный и очень профессиональный человек, который имеет богатейший опыт. Исполняющий обязанности главы от прямой оценки деятельности предыдущего оратора воздержался. Как говорится, о предшественниках либо хорошо, либо ничего. Я тоже пришел в район в 2001 году, который был депрессивным, отстающим. Не было зарплаты по 4 месяца в социальной сфере. И мне пришлось очень туго первое время. Я никогда ни одного слова не позволил в адрес своего предшественника. Здесь тоже самое. Александр Худилайнин, финн по национальности, свободно владеет финским языком и видит в Финляндии главного бизнес-партнера, у которого, к тому же, стоит многому поучиться. Там нет ни ценных, полезных ископаемых, нет ничего, кроме леса. Но, однако, эта страна в 2010 году была признана самой благополучной страной мира по пяти показателям. Но в Карелии помимо лесного богатства есть еще много чего полезного. Поэтому опыт есть, в какие двери входить знаю, кому стучаться знаю. Будем продолжать работу, значит, Андрея Витальевича. Правда, исполняющий обязанности главы сразу заметил, что в отличие от своего предшественника не намерен вести с собой из Петербурга друзей и товарищей и расставлять их на все ответственные посты республики. Он уверен, что все необходимые кадры можно найти и здесь. И даже партийную принадлежность главным критерием в выборе губернаторской команды не считает. Если человек высокопрофессиональный и имеет хорошие идеи, умеет организовывать процесс в том или ином направлении деятельности, вот это будет главным критерием оценки того или иного человека. Непартийная принадлежность. Безусловно, будем подбирать тех людей, которые будут работать. По словам Александра Худилайнина, никаких революций в ближайшее время не предвидится. Правительственный аппарат останется прежним. А что будет дальше, покажет время. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал НИКО+. Таковы первые слова и решения Александра Худилайнина в новой должности. Сегодня мы спрашиваем, на что, по вашему мнению, необходимо обратить внимание, возможно, новому главе Карелии. Если думаете, что это дороги, звоните по телефону 599-131. Если область жилищно-коммунального хозяйства 599-132. Ну а если считаете, что нельзя пройти мимо карельских красавиц, набирайте номер 599-133. Высказывайте свое мнение. Итоги подведем в конце выпуска. Сегодня озвучены имена трех кандидатов на пост главы. Александр Худилайнин, Владимир Семенов, председатель законодательного собрания республики. И первый заместитель главы Карелии Юрий Канчер. Утвердить кандидатуру нужно уже завтра. Времени на раздумья у депутатов нет совсем. Сегодня Александр Худилайнин консультировался с представителями фракции законодательного собрания. Не исключено, что консультации продолжаются и в эти минуты. Пока что идут предварительные некоторые встречи. Я только что была на такой встрече с Александром Петровичем, но прибывшим человеком из Санкт-Петербурга я его первый раз увидела. Поэтому донесла ему только информацию о тех депутатах, о той фракции, которая есть в законодательном собрании, о тех проблемах, которые есть в республике Карелия. Мне показалось, что человек вдумчивый, серьезный, деловой. И пока больше ничего сказать невозможно. И вообще человека судят по делам. Поэтому рано проводить какие-то параллели. Самое неприятное в этой ситуации, как подгоняет очень быстро под конкретного человека решение. Иногда бывает, знаете, что вроде и человек хороший, но сам процесс, сама процедура, она вызывает полное отторжение. На сегодняшний день у нас, у нашей фракции, вот эта спешность, скоропалительность, необдуманность как-то вызывает отторжение. Ну и хотелось, чтобы, конечно, вот я смотрю, у нас все-таки много людей в трущобах живут еще. Хотелось бы, чтобы как-то переселили людей этих, потому что просто жаль, что люди в таких условиях живут. Вот у меня такое ощущение, что город брошен просто на произвол судьбы. Некоторые районы такие, что, как из этих фильмов, таких вот ужасов, когда бетонные блоки, а между там трава пробивается, и все так деревья на крышах растут. Вот чтобы этого не было. Ну, ожиданий, как бы мы даже эту тему не обсуждали, но позиция фракции, мы будем голосовать против назначения нового губернатора, потому что, во-вторых, это составленник Единая России, и, во-вторых, снова человек из Неверодской области, как будто у нас никого нет вообще, просто перебор мы считаем. Во-вторых, вот, ну, поднимается закон федеральных о выборах губернатора. Не произошло ничего сверхординарного, чтобы Нелидов ушел в отставку сегодня. Можно было совершенно спокойно подождать и привести выборы. Вот наша позиция. Встреча прошла, познакомились мы с Александром Петровичем Худеланиным. Впечатление от встречи хорошее. Проблемы, которые, конечно, нам бы хотелось бы в первую очередь решить, это дороги, потому что по городу уже невозможно ездить, все это знают. Это первое, что. Второе, конечно, демократические преобразования, о чем мы, в общем-то, задавали вопрос предыдущему губернатору, войдут ли в состав правительства представители от оппозиции, или будут ли рассматриваться кандидатуры этих представителей. Вот, также, скорее всего, будем обсуждать мы вопрос открытости голосования в законодательном собрании, чтобы нас поддержали, чтобы потом перед выборами не было опять чехарды. То есть, каждый депутат отчитался, вот его голосование, вот законы, за которыми проголосовал им его. Вот этого мы добиваемся, но добиться не можем. Все живут в надежде на то, что будет улучшение. Самое главное, пусть сделают дороги. Вот это самое главное. Больше ничего не нужно пока до начала. Самое главное, хочу сказать, что сегодня, первый день у нас новой губернатор в Рио, в городе появились дворники, улицы Метод. Это уже хорошо. Петрозаводские автолюбители поняли, что только митингами и пикетами хороших дорог не получить, и решили действовать по-другому с помощью аварийного знака и рулетки. Вместе с ними городские ямы измеряла Анастасия Мячина. Дмитрий и Алексей знают все городские ямы, что называется вдоль и поперек. Может быть, вы тоже видели, как эти бравые ребята выходят на проезжую часть, ставят знак аварийной остановки и начинают измерять дорожные выбоины. По ГОСТу их размеры не должны превышать по длине 15 сантиметров, по ширине 60 и по глубине 5 сантиметров. Таких идеальных ям в Петрозаводске нет. Производим измерение ямы по длинной стороне. 2 метра 60 сантиметров. Теперь мы измеряем яму по ширине. Длина у нас там больше метра. Также у нас здесь присутствует люк, который тоже не соответствует ГОСТу. Если хотя бы один из параметров больше допустимой нормы, это уже нарушение. После замеров оно фиксируется на фотоаппарат или камеру мобильного телефона. Эти ребята руководители двух групп в социальной сети ВКонтакте. Они первые в городе создали список дорог не по ГОСТу. Обидно, что наши власти дороги используют как некоторый такой политический инструмент. Город у нас говорит о том, что республика не дает денег, республика говорит о том, что город не делает дороги. Всевозможные акции и пикеты изжили себя, говорят общественники. Единственный инструмент это обращение граждан в ГИБДД. Чем, собственно, ребята и занимаются. Механизм прост. В свободной форме нужно написать заявление на имя начальника дорожной полиции. Указать параметры обнаруженной ямы и прикрепить фото. В течение 21 дня ваше заявление рассмотрят и выдадут дорожному управлению предписание для ремонта. Мы подавали заявление на участок дороги от Ватусина до Гопелевского моста. Какие-то нарушения там были исправлены. Механизм работает. В борьбу с дорожными выбоинами вступил даже городской суд. Прокуратура столицы Карелии изучила самые непотребные дороги города. В частности проспект Ленина, улица Щипаева, Антиканина, Новосоложгорскую и Мурманскую. И так же, как и наши сегодняшние герои, выявила повреждения, значительно превосходящие нормы. Администрация обещает залатать такие дыры до осени и дает гарантию не меньше трех лет. До конца мая ремонтники устранят повреждения дорожного покрытия на площади в полквадратного километра. За лето, уверяют чиновники, будут заделаны все серьезные ямы на площади около 12 тысяч квадратных метров. Правда, это лишь малая толика. На сегодняшний день в Петрозаводске зафиксировано 270 тысяч квадратных метров дорожных ям. Ремонт идет, однако, говорят в мэрии, скромная сумма в 200 миллионов рублей, которую Петрозаводск должен получить из двухмиллиардного дорожного фонда Карелии, не позволит в этом году привести городскую транспортную сеть в полный порядок. Хороший асфальт на дороге не валяется, шутят карельские автолюбители. И в который раз они не оставляют надежды на неравнодушие новой власти. Ждут времени, когда, проехав по идеальной дороге, они смогут сказать, какая власть, такие и дороги. Анастасия Мячин, Александр Борисов, телеканал НИКО+. О дорогах поговорили, теперь о ЖКХ. Мусор, который не вывозят три года. В рубрику «Дежурный по городу» обратились отчаявшиеся жители Соломиного. Сразу несколько жилых домов буквально утопают в отходах. А обслуживает эти дома печально известная управляющая организация «Стандарт». К мусорной свалке в Соломином мы приехали не потому, что нам позвонили и сказали, покажите наш мусор. Пусть его уберут. Нет, здесь другая история. Местные жители обошли все возможные инстанции и везде их послали куда подальше. Этот мусор скапливался здесь без малого три года. Три года людям буквально плюют в душу. Народ не может попросту открыть окна. Того и гляди, запрыгнет крыса или залетит туча мух. А где-то далеко от улицы Пионеров в Соломином в чистоте и комфорте те, кто должны горожанам помочь. Я пошел к нашей мэрии. Меня отправили оттуда. Говорят, вы относитесь к «Стандарту», идите туда. Я пошел туда. Меня просто двери передо мной закрыли и сказали, мы этими вопросами не решаемся, занимается автоспец «Странс». Я звоню туда, но мой телефон уже в черном списке там у них. А деньги мы вводим каждый месяц. Вот я листочек взял, это 77 рублей с человека. С представителями управляющей компании «Стандарт» говорить бесполезно. Это давно признали в мэрии города и во всех возможных контролирующих органах. «Стандарт» творит беспредел у всех на глазах. Мы сами не раз убеждались в этом. Мы все работаем. Пожалуйста, на сегодня неприемный день. В администрации города заявили, возможно, эта свалка – одно из так называемых «белых пятен» на территории Петрозаводска. Была выездная комиссия, где зафотографировали все существующие факты после весны. Даны предписания управляющей организации. Но, как вы видите, рычагов, ну, как бы улучшения не следует. Как бы то ни было, на конец мая еще одна проверка уже запланирована. А Надежда Валдаева посоветовала горожанам обратиться в прокуратуру. Если и вам есть что рассказать, звоните нам по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Сейчас у вас есть время поучаствовать в нашем голосовании и посоветовать новому губернатору, на что обратить свое внимание. Голосуйте, звоните. Ваше мнение очень важно для нас. В шансе дачная пора. В шанс заехать вам пора. На распродажу стиральных машин. Например, стиральная машина «Инвизит» всего за 12 990. Отдел «Кориана» в автолайне под Гоголевским мостом. Всегда большой выбор запчастей для корейских автомобилей. «Кориана». Телефон 670839. Магазин «Ковбой». Джинсы для мужчин и женщин. Любые размеры. Современно, удобно. Работаем без выходных до 22 часов. Магазин «Ковбой». Ленина 15. Японский бензоинструмент «Эхо». Надежность, экономичность, простота. Качество номер один в мире. Торговый дом «Корилия Маркет». Миловица. Живи полной жизнью. Лето, жара. А ты катишь себе на скутере и ветер в лицо. С 10 апреля по 27 мая. Кушайте и пейте в ресторане «Фьюжн». Становитесь участниками розыгрыша спортивного скутера. Это не «Иллюжен». Скутер от ресторана «Фьюжн». Отличное место. Построим здесь недорогой отель. Шутите? Тут самая дорогая земля. У вас ничего не выйдет. Убирайтесь. Посмотрим. Дорогая земля. Земля дорогая. Зато вода дешевая. Низкие цены. Дело принципа. Тариф все на связи. 10 копеек за звонки и смс на все мобильные. Теле 2. Суммом дешевле. Здорово, сосед. Торгово-развлекательный центр «Макси». Более 100 магазинов. Семейный развлекательный центр. Многозальный кинотеатр. Фудкорт. Кофейня и рестораны. Мы вместе. Скоро открытие. Макси. Вы смотрите новости телеканала «Ника плюс». Мы продолжаем наш выпуск. После дорог и ЖКХ о девушках и не только. В Петрозаводске состоялся забег на шпильках. Главным условием участия в оригинальных стартах, как нетрудно догадаться, был высокий каблук. Покорить 100 метровку на шпильках в этот раз не побоялись 11 девушек и даже 5 молодых людей. «На старт! Внимание! Марш!» Здесь все сложнее, чем на любом дефиле. 100 метровка на время. Туфли приматывают к стопе скотчем для большей надежности. Никакой половой дискриминации. Принять участие в забеге могли и молодые люди. Нашлось 5 смельчаков. Среди которых был даже Супермен. «Не все девушки могут ходить на 8-сантиметровых каблуках, а юноши и подавно». «Тесно, неудобно. Страшно, если ногу подпустили». Это при том, что спринтеров мужского пола пожалели. Они стартовали на 5-сантиметровых каблуках. Дамы бежали на шпильках высотой 8 сантиметров. «Сто метровка вдоль набережной расставила все на свои места. Что главное, обошлось без травм. Самой быстрой бегуней на шпильках стала Александра Прокопкина». «Вообще первый раз участвую. Очень рада, что первая пробежала. Очень не ожидала этого. Сначала страшно, согласна. Потом уже привыкаешь, бежишь, не думая. Вперед». Состоявшийся забег на шпильках был благотворительным. Участники и зрители могли оставить пожертвования для детей из специализированного дома ребенка и Центра Надежда. Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс». «Пришло время подвести итоги опроса». Судя по результатам голосования, первая очередная проблема в Карелии – это дороги. И с этим нужно срочно что-то делать. Ну, а более 400 человек считают, что в Карелии не только проблемы и достижения, и они советуют новому губернатору присмотреться к карельским женщинам. Ведь они не только автомобиль на ходу остановят и в доме все починят, но они просто красавицы. Ну, а то, что почти половина участвовавших в опросе обладают чувством юмора, в душе оптимист, это говорит о том, что, возможно, у нас все получится и с дорогами, и с ЖКХ. Вас еще ждет «Глаз народа». Наши новости доступны в интернете по адресу nikadefizmedia.ru. В студии работал Дмитрий Николаев. На этом у меня все. Всяческих вам успехов. Остеохондроз позвоночника, грыжи и продрузии дисков, артроза суставов, язвенная болезнь – вот далеко не полный список заболеваний, высокая эффективность лечения которых стала возможной благодаря принципиально новым технологиям, разработанным на кафедре травматологии и ортопедии Уральской медицинской академии под руководством профессора Герасимова. Благодаря его поддержке уникальный метод лечения представлен в Петрозаводске в Центре медицины позвоночника. Высокопрофессиональный очей Центра прошел обучение непосредственно у профессора Герасимова. Сегодня мы поговорим о шейном остеохондрозе. Заболевание шейного отдела позвоночника ухудшает кровообращение головного мозга по системе позвоночных артерий. Уникальное оборудование, применяемое в нашем Центре, позволяет оказывать лечебное воздействие внутри очага патологии. Поэтому при лечении шейного остеохондроза лечится не только боли в шее, плечах, а не менее рук, но также и улучшается мозговое кровообращение. А это лечение головных болей, головокружения, профилактика инсультов. Лечение травмированных нервов способствует восстановлению их функции. Центр медицины позвоночника находится по адресу. Проспект Первомайский, 1А, кабинет 210, телефон 270020. Она стала звездой раньше, чем пошла в школу. Впервые в Петрозаводске. Пелагея. 24 мая. На сцене ДК «Машиностроитель». Телефон 63 05 90. Моя цель – всегда оставаться на связи. Планшеты, ноутбуки – лучший выбор современной женщины. Компьютеры, принтеры, сканеры – все для успешного ведения бизнеса. Железо, комплектующие – все для сборки компьютера. Компьютерный мир рулит. Компьютерный мир в шансе. Новое пространство широкого выбора. Деньги и документы. Есть. Фотоаппарат. Есть. Купальные костюмы. Взяли. Зубы. Проверены. Собираясь в отпуск, не забудьте заранее сходить к стоматологу. Диадент – добрая стоматология для детей и подростков. Фестиваль «Онега-классик» представляет. Игорь Бутман и оркестр «Виртуозы Москвы». 6 июня. Классика и джаз в Большом зале филармонии. Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры. Бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Клиника Людмилы Власовой. 17 лет на рынке косметологии. Теперь в Петрозаводске LPG. Уникальная технология лечения жировых отложений. Лифт-массаж. Мощный лифтинг кожи лица, шеи и декольте. Косметологическая клиника Людмилы Власовой. Ммм, такие сочные. И такие воздушные. Вот так. Маленькие вкусняшки на сладкое. Лотос Гурмани. Варкауса 11. Любовь, ожидание, счастье. Что тебя ждет впереди? Волшебство, мечты. Твое драгоценное будущее. Акция «Выпускник». В ювелирных салонах «Алмаз Холдинг». Скидки всем покупателям. Травбунт Костной клиники. Это современная, доступная, квалифицированная медицинская помощь. Костная клиника. Чайкиной 5. 76-53-76. Скидки. 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 Скидки.